Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра TerraTech, всеми вами любимые. Сразу скажу, что вот, ну не знаю, наверное, если вам понравилось это устройство, ребят, я забыл в предыдущем выпуске это сказать, набираем под этим видео 300 лайков, и я выкладываю это устройство, и, наверное, выложу тоже устройство, которое я создам сегодня. Но для начала обязательно, прям вот обязательно в конце видео, конечно же, после просмотра подпишитесь на канал и поставьте лайк, и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну а теперь к самому видео. Вообще я стараюсь в каждом, вот в каждом сезоне строить новые устройства, не пользоваться старыми. Так мне кажется интереснее и для вас, и для меня, ну, потому что в этой игре создание это прям неотъемлемая часть. И вот здесь вот я решил такой, типа думаю, блин, захотелось построить танк с новыми гусеницами Геокорпс. Идея клевая, но мне почему-то захотелось использовать пушки от Хавки. И я такой, надо прокачаться. Поехал выполнять задание и понял, что задание, ну, очень-очень-очень далеко. Три и три километра, понимаете? Очень далеко находится задание. И я такой, ладно, окей. Значит, на этом устройстве я не доеду. Ну, точнее, доеду, но очень долго. Значит, нужно построить истребитель. Кстати, быстренько, небольшая доработка для базы. Я понял, в чем была проблема. В том, что мне не хватало еще одного устройства фабрики компонентов, просто обычного. Поэтому часто какое-то первое устройство, которое нужно было крафтить, ну, какой-то плиту, самый первый крафт. Он вкрафтился вот в этом, где, так скажем, стоял вот Эпик, Экзотик, да? Это только из-за того, что не хватало просто вот тех вот материалов, да? То есть не хватало еще одного обычного завода в самом начале. И суть такова, что я хочу использовать только реактивные двигатели. Когда-то я это уже делал, но тогда была проблема в том... Точнее, тогда было легко, потому что перезаряжалось очень быстро топливо в баках. Сейчас же я не знаю, как это работает, и поэтому как раз-таки попробуем построить что-нибудь интересное. Ну, и проведем заодно и тесты. Строить я в большинстве случаев буду из блоков коалиции Хавки и Вентура. Ну, потому что, во-первых, из Хавки мне нравятся очень турбины и батареи, как они расположены. Также я еще буду использовать крылья Хавки и, скорее всего, ГСО. А может быть, чисто ГСО, а может быть, только Вентура. Ну, в общем, посмотрим. Давайте сначала, наверное, ну, как это сказать... Сначала пузико сделаем, да? Вот так вот. Пузико сначала сделаем нашему устройству, потому что, ну... Здесь, так как у нас истребитель, да? Так как у нас какое-то такое устройство полета, то здесь ни один блок не должен использоваться лишний. Ну, так как вес, вес, ребят... Непонятно в этой игре вообще вес, понятие веса, оно... Оно... Я не знаю, как... 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 Как его понять? Вот лично я не знаю, если вы хоть какой-то информации об весе в этой игре распространяете... Ну, знаете, точнее, то я буду благодарен вам за любую информацию. Так, наверное, вот так вот уже будет достаточно. Кстати, вот так вот уже будет достаточно, и вполне возможно, что вот так вот уже устройство-то и полетит. Да, вполне может уже даже полететь. Потому что крыльев-то уже достаточно. Единственный вопрос... Мощности. Так, ладно. Смотрите, в чем проблема. Вот... Ракетный ускоритель Хавки. Читаем, что о нем написано. Ну, допустим, давайте установим сначала... Почему-то вот таким вот образом... Так, нажимаем на... И... Ускоритель, названный поп-ракет, он невероятно мощный и может генерировать до 2000 КГФ. Очень полезная информация. Берем любой другой двигатель. Вот если там сейчас не написано... Вот берем, допустим, вот этот двигатель. Если там сейчас опять не написано, что он генерирует КГФ, сколько? Вы понимаете, в чем суть? Что даже вот элементарно мощность двигателей здесь непонятно. Сжигает топливо написано. Круто. Крутая информация. Здесь смотрим. Сжигает топливо, да? Здесь... Ладно, здесь понятно. 200 КГФ. Какой-то параметр есть. Не знаю, что это такое. Здесь быстро живет топливо, быстро летит. Реактивные двигатели. Отличная информация. Берем информацию о Вентуровском двигателе. Компактно сконструированный, мощный, реактивный двигатель. Вот, наверное, я такую вот какую-то комбинацию и буду использовать. То есть у меня будет использована комбинация двигателей Хавки. И будет использована комбинация двигателей Вентура. Наверное, как-то так. Так, в чем суть? Главное, чтобы не переборщить с батареями и с весом. Вот здесь вот с весом очень-очень прям беда. Так как я не знаю, какой вес. Я не понимаю здесь этого. Я просто катастрофически этого не понимаю. Ну ладно, вот что-то типа такого, наверное, пока что. Пока что давайте вот даже вот так вот давайте. Вот даже вот так вот. Ага. Я забыл самое главное. Стоит ли сюда ставить? Хотя бы какую-то регенерацию. Все-таки, наверное, стоит. Потому что я буду ударяться крыльями. Я буду ударяться лобовой частью. То есть регенерацию все-таки придется поставить. Но хотя не будем торопиться. Давайте для начала вообще просто достроим это устройство. Потому что колеса 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 колеса. Давайте попытаемся использовать хавки колеса. Блин, вот я не понимаю. Смотрите, он либо вот так вот ставится, либо вот так вот. Это очень круто. Давайте допустим вот так вот пока что. Блин. Ну, смотрится прикольно, но пузякой будем, конечно... Пузякой, конечно, будем грести. Так, что-нибудь типа такого. Я уверен, что первой же проблемой будет это подъемная сила. Скорее всего, крыльев будет очень мало. Ну, вот спереди я прям чувствую, что крыльев будет очень мало. Поэтому давайте мы еще немножко сделаем. Мы вот так вот сделаем, добавим крылья. Это очень быстро сейчас поймется на самом деле. Так, это вот сюда вот. Много будет или мало? Это очень легко можно будет понять. Пока батареи не ставим. Пока ладно, пока не будем ставить. Так, ну что ж, давайте попытаемся взлететь. Просто на колесиках прям вообще очень медленно. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Да. Взлет произведен. Я прям вижу, что благодаря крыльям как раз таки нас тянет вверх. То есть задние крылья... Ну... Ох, ребят, как он... Он прям... Ой, хорош, ребят. Хорош. Топливо шикарно. Я прям вот вижу, что оно мигает, но его... Ой, как... О-о-о, ребят, как долго-то еще топливо не кончится. Но сейчас интересный момент есть. Сейчас самый интересный момент есть. Давайте вот сейчас сожгем все топливо. Но смотрите, я до сих пор лечу, и топливо еще есть. И при том скорость у меня довольно-таки... Довольно-таки приличная, да? То есть видно, что прям я так... Ох, и вах, и сяк, и... Так могу делать. Вот, вот, момент. 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 Нет. А, нет, еще топливо не кончилось. Да, ну ладно. Понятно. Отлично. Мне нравится, ребят. Ну, вы видите, да? То есть управление прям очень хорошее. Прям очень хорошее. Ох. Все, вот, сейчас. Слышу, слышу, слышу. Начинает треск. Бам. Все, кончается. Начинаем парить. Начинаем парить. Перезарядка, перезарядка первые. Парение происходит отлично. Ладно. Ладно. Парение происходит нормально. Парит хорошо устройство. Единственное, остается момент. Вот сейчас кончатся двигатели. Ну. Вот. Ребят, да нет. В принципе, такой же эффект остается. Я также держусь в воздухе. Я также держусь в воздухе. Очень хорошо. Достаточно держусь в воздухе. То есть, видите, да? То есть я спокойно могу набирать. Набирать даже высоту. Что сейчас происходит? Кончается топливо. В двигателях. Потом набирается. И он опять дает, да? Ну, видите. Отлично. Мне нравится, на самом деле. Все. Давайте аккуратненько приземлимся сейчас. Прям. Оп. И идеальное приземление. Серьезно. Идеальное приземление получилось. Прям. Слышите? Слышите? Я не знаю, что это, но это такое чувство, как будто это треск металла при остывании. Вот. Вот такое у меня, такие у меня ассоциации срабатывают. Так. Вот на данный момент что-то типа такого. Во-первых, я переместил двигатели. Вот два внизу, которые были наверх. Тем самым подъем вверх уменьшится. Потому что снизу двигателей станет меньше. И меня нос меньше будет задирать от двигателей. И также... Ну, как бы крылья-то, конечно, будут приподнимать. Но я сюда увеличил вес, так что поднимать будет меньше. Я, как видите, поставил себе и регенерацию. Я поставил себе здесь и щиты. Ой, не щиты, а сзади регенерацию. Здесь вот батареи. Больше мне, наверное, не нужно. Ставить ли декор? Такое. Вот не знаю, честно. Кстати, блин. Вот это вот как... Как на шапочке. Есть же такая крутилка? Вот сейчас меня напомнило. Поэтому... Поэтому радар... Давайте я другое поставлю. Вот точечный... И вот здесь он как... Как у вертолёта. Есть же спереди. Можно, конечно, ракеты поставить. Но этот чистый исследовательский самолётик. Чисто долететь до цели. Но я сейчас понял одну вещь. Что это, конечно, круто. Но это получается немножечко долго. Ну, ладно. Всё равно. Исследовательский самолётик мы сделали. Уже практически. Сейчас только... Единственный минус этого самолётика. Он на колёсиках своих очень медленно ездит. То есть, если я сейчас дам ускорение. То есть, видите. То есть, получается, что... Воу-воу-воу-воу. Вот исключительно для таких вот моментов здесь и стоит регенерация. Вот исключительно для таких моментов. Смотрим. Я не могу взлететь, ребят. Вот. Отрив очень тяжело произошёл. Похоже, нужно всё-таки будет поставить... Поставить двигатель. Воу-воу. А чё это за глюки такие? Сейчас, ребят. Отрив очень тяжело произошёл из-за того, что... Я даже... Я даже не знаю, из-за чего произошло. Тяжело. Так. Ну-ка, давайте вот эти двигатели переносим вот сюда вот. Сейчас проверим. Вот. Идеальный отриф. Вы видели? Идеальный отриф. И вот здесь вот находится... Охотник. Вот это вот на меня охотица прилетело. Вы видели? Вот это вот прилетело на меня охотица. Ой. Я сейчас... Упс. Упс. Прошу прощения. Эх, жалко, ребят. Здесь нельзя выставить какую-то определённую скорость и на ней идти, да? То есть, ну, не на большое, допустим. А, кстати, давайте поставим спидометр. И посмотрим, сколько у меня... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тормози. И посмотрим, сколько... Вот-вот припарковался, так припарковался, да? Блин, давайте пока назад вот так вот отъедем. Спидометр, спидометр. Куда бы тебя воткнуть так, чтобы ты смотрелся очень хорошо. Чёрт. Ну, давайте его куда-нибудь... Я даже не знаю. Вот сюда вот воткнём. Вот сюда вот. Пускай здесь будет. Тоже такой, как будто сканер, датчик, да? То есть... Видите, он работает. Сейчас развернёмся. Вот так вот двигатели переставил. И вроде бы стало хорошо. Но на самом деле, блин, с поворотом, конечно, здесь прям беда какая-то у этого самолёта. И вы заметили, да? Вы заметили, что стабилизатор у меня никакого не стоит. 137 миль в час, кстати, можно пару двигателей спокойно убирать. И это будет достаточно. То есть, ну, как бы вполне, я так считаю. Устройство, на мой взгляд, удалось. То есть, оно именно то, что я хотел сделать. То есть, вертлявое, скоростное, быстро передвигающееся, передвигающееся. Ну и, блин, атакующая, конечно, не атакующая. Но вот как исследователь, самое то. Есть, есть. Даже вот так вот может. Даже мёртвую петлю может сделать. Со стабилизатором бы у меня этого не получилось. Потому что стабилизатор бы не позволил это сделать. Он бы постоянно выпрямлял по горизонту весь самолёт. Но вот пока что, наверное, единственный минус. Я не могу вот сказать, что мне нравится то, что вот, вот видите, видите, я на пузяку сажусь, да. То есть, сейчас, в данный момент, кроме как вот таким вот образом, чтобы отогнать вот так вот самолёт, да. То есть, возможно, его даже развернуть. А, кстати, как вариант. То есть, это подача самолёта на взлётную полосу. Так. Готово. Готово. И пошёл. Отрыв идеальный, вы видели? Идеальный отрыв просто. И он так прям пошёл вверх. Шикарно. Мне нравится, как он это делает. Мне нравится, как он это прям так взмывает. Прикольно, прикольно. Притом ещё так и летит. Ну, конечно, симпатяшно получилось. Именно прям сочно так в управлении. Ух. Ха-ха-ха. Блин, управлять, конечно, здесь транспортом очень классно. Да, ребят, и 100% кто-то напишет, что я что-то неправильно построил или ещё что-то. Но каждый сам решает, как строить. И вы всё это знаете. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Обязательно, обязательно оцените мою постройку. Напишите свои варианты. Ну, и знайте, если вы захотите эту постройку увидеть. Хотя в ней ничего сложного нет, вы видели, да. То есть она вообще, ну, простая. Я её буквально вот за несколько минут построил. Она очень простая. Так что, если интересно, можете сами поэкспериментировать. Вот как бы шаблончик такой вот у вас есть. Мне нравится, как он приземляется. Он довольно-таки хорошо приземляется. В том плане, что он приземляется парением правильно. То есть можно, он в парении очень хорошо управляется. Это хорошо. Но вот здесь, конечно, он вообще прям плохо управляется. Ох, вообще, вот смотрите. Я вперёд пытаюсь ехать. А колёсики не справляются. Они просто не справляются с тем, чтобы... Кстати, а может быть я здесь ещё шасси добавлю? Добавил ещё вот так вот шасси. Он хотя бы стал так залезать на горочку. Медленно, правда, но всё-таки. Блин, не знаю, не знаю. Я постоянно сомневаюсь, что может быть ещё что-то добавить. Но если я сейчас начну добавлять декор, то управление снизится. Управление снизится, скорость снизится. То есть, ну, понимаете. По-моему, он внешне очень довольно-таки достойно выглядит. У него есть батарея. Всё, ничего лишнего, в принципе. Единственное, что я бы убрал каким-то образом. Можно было бы вот, как сказать, выбрать внешний вид блока. Допустим, вот с датчиками батареи или без датчиков. Ну, понимаете. А датчик батареи, то есть на одном только оставить, допустим. Вот здесь вот только оставить. Или, ну, как вот, допустим, здесь вот по бокам. Это было бы интересно. На этом всё. Обязательно пишите, если захотите, чтобы вот та вот построечка, вот эта вот построечка и, конечно же, новый истребитель появились в описании следующего выпуска. Ну и всем всего удачи и пока.